всем привет хочу показать вам как красиво расцвел мой красавчик название к сожалению не знаю очень сильно пахнет восковой листики цветочки желтым выпустил два цветоноса это была рим реанимашка убивашка умирашка а сейчас она красотулечка спасла ее я купила его практически без корней целый год он не рос наконец-то он уделил меня своими красивыми цветами если бы еще знать название вообще бы на цены не было посмотрите какая красивая по моему крупнее этот сока этот не знаю как называется и сколько молодых корней напустил я его не купаю он не стоит я по чуть-чуть он в ином горшке стоит видите какая богата корневая и по чуть-чуть в этот краю горшочка наливаю и здесь остается вода видите как замолилась поменять ему кашпо но сегодня хочу вам показать своих реанимашек которых я реанимировала прошлый раз и покажу вам продолжение их сажала три реанимашки в разные виды посадки нужно посмотреть что с ними случилось как они себя чувствуют если кто-то знает название пожалуйста напишите очень очень вас прошу и не влюбилась такой красавчик прелесть я на этой полочке стоят еще красавчики покажу смотрите колода зацвела такая веточка красивая там розовый такой у меня биглипчик красивейшие создания уже так нарисовала его природа разными цветами уже не придумаешь затем биглипчик беленький у него каскадное цветение и черный blackjack красавчик у него цветы по цвету как у каоды даже темнее черный считается бархатный чем красивый перелив на некоторых вот серединка язычок белый здесь темный а вот мутировался в белый ну красивый уголочек замечательный уже биглип начал бросать цветоносики но это ничего ему и так красиво придает красоту другие цветы на 10 цветов распустился но этот розовый сказка певы недавно приобрела любуюсь не могу налюбоваться а теперь покажу вам свои реанимашки которые я сажала в три разные системы этот я посадила в кору сверху обложила четко сухим мхом мог сухой до сих пор это мог из лесу я его не поливала фитильный полив горшочек светилем и вот он как хорошо себя чувствует но хочу вам сказать одно я секатором обрезала цветонос и посмотрите зря это сделала нужно брать очень острое лезвие здесь распускалась почечка нужно брать острое лезвие ведь он начал желтеть видно микробы попали вот надо этой почкой теперь сейчас возьму лезвие обрежу и обязательно перекисью нужно замазать так как я здесь ничем не замазала и получилось секатор приезжал и немножко повредил цветоносик и пожелтение пошло ведь я так рассчитывала что он распустит свою почку но не удалось ну тут здесь еще есть две почки и корневая у него хорошая чувствует он себя хорошо в этой системе тургор листики не меняют значит влаги ему достаточно фитильный полив ему хорошо но это все из-за того что хорошая корневая если была слабая корневая была в другое второй экземпляр этот я посадила листик в мох из лесу посмотрите листик второй растет заметно увеличивается в размере не сильно увеличивается вижу результат на дне горшочка все время вода мох снизу слегка влажный ну так как нижняя часть касается мха и один корешок погружен воду этому листику все удачно все хорошо и третий экземпляр я посадила вообще было ненадежно безнадежно и растения я посадила в перлит посмотрите корень зелененький этот листик начал отсыхать но серединка заметно увеличивается зелененький листочек увеличивается есть надежда что он будет у нас расти этот листик отпадет я так думаю пока он не отрывается а серединка зелененькая буду наблюдать за ним дальше интересно что получится если бы он хотел варха рай попасть он давно бы за засох а так зелененькая серединка очень меня это радует такие трени 3 реанимашечки у меня здесь стоят и будем наблюдать за ними дальше за их состоянием что-то камера плохо фиксирует пока результаты хорошие пока мне все нравится ну вот этот цветонос сейчас обрежем вот я взяла лезвие новая с упаковки покажу вам как я буду срезать вот над этой почкой так как она все пожелтела нет смысла держать она может пойти дальше заражение держу цветонос и чуть выше почки будет твердо вот так вот я срезала цветоносик будем надеяться что почка проснется вряд ли конечно это точно проснется но будем ждать от этой тоже почечки результата теперь я хочу обработать кончик цветоноса который я обрезала вот я взяла перекись водорода у меня она в спрее сейчас я обработаю попытаюсь попасть буквально несколько пшиков оно должно пошипеть и раночка затянется так как прошлый раз я не обработала кончик ну почка была шикарная думала ух как распустится хорошо пойдет и видите что получилось на вся засохла и и пошла дальше желтизна засыхать а в этот раз обработаю еще было у меня хорошая обработка я закапывала верхнюю часть воском тоже фиксировалась и почка росла дальше но сейчас другой эксперимент попробую перекисью водорода все будем ждать результатов эти три реанимашки ждут продолжение растет другой вид орхидеи очень хорошо она себя чувствует двойном горшке это котлея и здесь и башмачок растет про эти виды орхидеи я сниму видео отдельно расскажу как я за ними ухаживаю что я с ними делаю для того чтобы наросла хорошая листва а здесь у меня распустилась прекраснейшая орхидея сакраменто посмотрите как она красиво конья красивый цвет я знаю что это сакраменто так как на горшочке здесь написано честно эту сорт а на дворе у нас зима у нас первый раз в этом году выпал снег вот на горшочке пропечатан сорт внизу большими буквами написано сакраменто поэтому я всем говорю что это сакраменто некоторые мне пишут что это другое название но так как написано на горшочке видите как она красиво она выпустила со старого цветоноса три цветочка мне жалко было обрезать этот цветонос я оставила но будем ждать новых посмотрите какое сильное растение сколько она выпустила листиков молодых и какой она высокая корневая в шикарном состоянии мне тоже очень нравится спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной ждите новых видео до свидания